Здравствуйте! Здравствуйте всем! Рады видеть вас на нашем живом эфире. И наш живой эфир, как всегда, посвящён «Как провести с детьми 15 минут дома или в детском саду». Сегодняшняя наша тема будет посвящена такой теме, как «Книжки-гармушки». И мы с вами опять поговорим о детях раннего возраста. А можно следующий слайд переключить? Сейчас вот перед вашими глазами представлены книги из этой серии. В эту серию входят 4 книги. Это «Кто такой?», «Это что такое?», «Чей домик?» и «Чей голос?». И я хочу вам для обзора предложить первый вариант книги, вернее, первую книгу из серии «Чей голос?». С детьми, как я уже и ранее говорила, с 8 месяцев. Вы открываете книжку. Здесь представлены домашние животные. Вы с ребёнком рассматриваете этих домашних животных и спрашиваете, а чей это голос? «И-го-го». Кто так говорит? «Lошадка», «Му-у-у-у-у-у-у». Кто так говорит? «Корова». И так. ...с детьми. Изучайте, какое животное, как разговаривает. Кроме того, что как разговаривает животное, какой голос оно издаёт, вы можете с детьми обговорить на этой странице. Маленький – это кто? Гусёнок. А мама, как зовут? Мама – гусыня. Гав-гав-гав. Кто так говорит? Щеночек, да? А кто маму щеночек? Собака. Вот дети уже знакомятся с мамами и с детёнышами, как их правильно называть. И они уже сами могут начинать произносить такие первые слова подражания, как мяу-мяу, гав-гав-гав, га-га-га. А детям это уже в этом возрасте доступно, и они спокойно могут произвести. Чем ещё эта книга очень хороша? Её можно раскрыть. Она гармошка. Посмотрите, она очень большая. И если ребёнок её разложит перед собой, он сможет будет посмотреть все живёте. Животных сразу. Посмотрите, сколько много животных представлено на одной странице и на второй странице. Так же эту гармошку можно свернуть и листать, как книжку просматривать. То есть разнообразие большое. Детям такие книги очень нравятся. Знаете, когда я взяла в руки такую книгу, я сразу вспомнила своё детство. У меня в детстве тоже была такая книга-гармошка, и мне всегда нравилось её раскладывать. И самое интересное было потом эту книжку собрать в начальное состояние. Следующая книга из этой серии. Что это такое? Тоже можно с детьми начинать заниматься уже с восьми месяцев, так как по этой книге, по этой серии также можно производить звукоподражание с детьми. Ну вот, например, да, паровоз. Какой паровоз издаёт звук? Чух-чух-чух. А пароход? И дети пытаются за взрослым повторять эти звукоподражания. Или как летит самолёт? У-у-у-у! А ребёнок устал уже сидеть. С вами. Дети раннего возраста, они очень подвижны, им надо движение. И когда вы рассмотрели с ним самолёт, сказали, что это самолёт, и он гудит, у-у-у-у! А давай с тобой погудим, расправь руки, как крылышки. И побежали, ну, например, там, вокруг стола, или у вас площадь позволяет бегать, знаете, как из одной комнаты в другую, у вас большой коридор. Тут как бы в зависимости от вашей жилой площади или от групповой комнаты ребёнок расправляет крылья, извините, расправляет руки, как крылья, и начинает бегать и подражать самолёту со звуком «у-у-у-у-у-у-у-у». Или, например, машина. Да. Он едет, берёт руль машину и едет, да, бип-бип-бип, бип-бип-бип. Также может передвижение сделать из комнаты в комнату, чтобы ему двигаться больше. Потому что долгого ребёнка усидеть на одном месте – это очень сложно. А если это будет сопровождаться не только повышением развития речи, словаря у ребёнка, просматриванием картинок, но и также это можно превращать в небольшую подвижную игру. А следующая книга из этой серии – это «Чей домик». Здесь мы уже наших малышей знакомим, какое животное в каком домике живёт. Если вы это взяли совсем с маленькими детьми, которым угодят, то здесь можно рассматривать картинки, находить знакомые слова для детей. Например, дерево, да? Какое дерево? Покажи, какое дерево. И вот ребёнок руками раскидывает руки в стороны, показывая, что это ветки деревьев. Или муравейник, ой, муравей, да? Давай найдём, где здесь муравейник. Вот они, муравьишки ползают. А как ползают муравьишки? Пускай ребёнок поползает, как муравей, да? А давай с тобой посмотрим, где же нас живёт хомяк. Хомяк живёт в норке. Посмотри, какая норка у него. Эта норка вырота в земле. Вот как вы можете с детьми проговаривая каждую иллюстрацию, каждую страницу этой книги. Также книга, повторюсь, на больших разворотах, потому что это книга-гармошка. И ребёнок рассматривает. Он может, если вы ему предложите посмотреть два варианта рядом, например, как живёт Мишутка и Собачка. Здесь даже, знаете, можно сравнить, а чем отличается домик Мишки от домика Собачки. Да, Собачка домашнее животное, и она живёт в доме, поэтому... У неё и домик такой, который соорудил человека. А Мишка, он дикое животное, живёт в лесу, поэтому... Он живёт в берлоге. И берлогу он делал сам. От человека он не зависит. Как детьми знакомиться с такими понятиями, как муравейник, норка, берлога и многие-многие другие домики. А следующая книга из этой серии – это «Это кто такой?». Эта книжка, конечно, уже для детей чуть-чуть постарше, но всё равно раннего возраста. Благодаря этой книге мы сможем показать детям, что такое рифмование слов. Поиграть с ними в такую игру «Да скажи словечко». Вы знаете, дети очень любят играть такие слова, как «Да скажи словечко». Вот смотрите, как очень интересное, например. «Эй, скажи, колючий ёж, что на спинке ты?» Как думаете, какое слово? Напишите. Посмотрим. Как? Отгадаете вы рифму к слову «ёж» или нет? Правильно, правильно, Татьяна, Ольга, Лидия, правильно, «несёж». То есть и ребёнок досказывает слово «несёж». Здесь очень интересных таких много примеров. Например, у белочки малышки в дупле грибы и… Что у белочки ещё? Правильно, Наталья, шишки, конечно же, белочка хранит. И вот вы с детьми, мало того, что вы изучаете, опять повторяйте с ними животных. Как животное выглядит, где это животное живёт. Даже можете вспомнить, как домик уже называется у того или другого животного, да? Но тут и гномов, то вам оттуда доставят книги в удобное для вас время. Но самое интересное, что промокод, вы видите, оно в таком излучении, в звезде, я не знаю, как это назвать, фигуру, написано МПАД. Это промокод. И если вы его ведёте, этот промокод МПАДА, то вам предоставится в этом интернет-магазине скидка 25%. Играйте с детьми, занимайтесь.